Издательство Бомбора. Океан книг. Систематизированный набор правил. Сам термин происходит от латинского кодекс, что переводится как собрание законов или принципов, регулирующих какой-либо вопрос. В моей аудиокниге вы узнаете о 12 силах, которые помогут вам воплотить свои идеи в жизнь. Эти силы основаны на древних мистических заповедях и составляют, в том виде, в каком я их упорядочил и систематизировал, кодекс исполнения желаний. По своей сути, пособие по превращению желаемого в действительное. Несмотря на то, что некоторые базовые понятия 12 сил могут показаться обыденными и хорошо знакомыми, я собираюсь открыть их вам с новой стороны. Пожалуйста, позвольте мне вас удивить. То, что вы узнаете, не ново. Просто оно было позабыто. В далеком будущем это знание станет прописной истиной. Через несколько тысяч лет неграмотными будут те люди, которые не смогут строить свою жизнь согласно своим желаниям. Просветленные люди, которые составят большинство, будут гармонично управлять своей судьбой. И только те, кто отстал в своем духовном развитии, меньшинство, будут страдать от того, что не смогут распоряжаться своей жизнью. Почему 12 сил? На мой взгляд, содержание этой аудиокниги нуждается в 12 надежных столпах. Иисус пришел в мир, чтобы вывести человечество на новый уровень, и ему помогали 12 апостолов, последователи своего наставника. Отсюда мое понимание дисциплины. Быть учеником какой-либо идеи. Так, я предлагаю вам 12 идей, при помощи которых можно упорядочить свою жизнь. За ними следует 12 качеств для создания новой реальности. Я рекомендую вам сделать принцип 12 сил привычкой. Тогда вы разбудите в себе неведомое ранее творческое начало, которое позволит вам преуспевать во всех сферах жизни. Я записал эту аудиокнигу, чтобы показать. Улучшать жизнь не только возможно, а вполне естественно и закономерно, если вы находитесь в согласии с некоторыми универсальными законами, о которых будет рассказано в аудиокниге. Я считаю, что нас воспитали мыслить по устоявшимся схемам, которые ведут к жизни терпимых неудач и тихого отчаяния. И самое печальное, приучили верить, что мечты – это мечты. Успех для немногих, а страх для всех. Если бы жизнь была такой, эта вселенная уже умерла бы. Все указывает на обратное. Согласитесь, нам внушили, что следовать своим желаниям эгоистично. Нас приучили заботиться об окружающих, игнорируя наш внутренний мир. Если бы все уделяли должное внимание духовности, а не отрекались от нее, мир был бы наполнен счастливыми людьми. Писать о нематериальном, его законах и принципах, используя ограниченный словарный запас того или иного языка – смелый поступок. Ведь слова – это символы, которые еще больше уводят нас от правды. Во-первых, потому что сконструированная мысль – это уже искажение истины. А во-вторых, потому что подобрать слово для обозначения этой мысли – значит надеть на истину смирительную рубашку. Каждый раз, когда я садился писать эту книгу, то просил Всевышнего сделать меня проводником его мудрости. Не говорю, что эта работа продиктована мне свыше, но влияние было весьма сильное. И я не чувствую, что ее содержание принадлежит мне. Вы заметите сами, что в одних частях это более заметно, а в других – менее, в зависимости от духовной связи. Некоторые идеи приходили мне в голову и раньше. Но я изложил здесь и много новых мыслей, которые появились во время создания этой работы. Таким образом, здесь собрано то, что я знал, и то, что не знал. Так всегда бывает, когда я позволяю писать своему внутреннему мудрецу. Рождается текст, который представляет собой сочетание опыта и вдохновения. Эта аудиокнига посвящена Невиллу Годдорду, американскому мистику. Всю свою жизнь он продвигал идеи древних традиций мистицизма и мудрости, которые были названы им «законом допущения». О нем и его трудах я расскажу в следующей главе. А сейчас мне хотелось бы отдать дань уважения ему и проделанной им работе, что вдохновило меня на большие перемены в моей жизни. Эта аудиокнига – знак благодарности ему. Возможно, сейчас вашему прогрессу мешает не то, чего вы не знаете, а то, что вы знаете. И эти знания не дают результата. Или еще хуже, они, как и ваши привычные установки, ложны. В своей аудиокниге я переверну с ног на голову общепринятые убеждения, которые лежат в основе мышления среднестатистического человека. Очень прошу вас слушать ее с открытым сердцем и отказаться от некоторых закостенелых представлений о мире. Ведь то, что последует дальше, потребует от вас предельной открытости. Я попытался передать вечные истины самыми простыми словами. Несмотря на это, вам, возможно, потребуется прослушать абзац два или более раз, чтобы получить из него максимум пользы. На протяжении всей аудиокниги вы часто будете встречать слова «божественность», «присутствие», «дух», «источник». Откройте для себя их новый смысл. Для меня они вовсе не религиозные, хотя, безусловно, очень духовные. Как вы знаете, религия под вид более широкого понятия – духовности. Возможно, вы заметили в названии этой аудиокниги слово «манифестация». Оно может показаться непонятным, но для меня оно гораздо точнее, чем реализация желаний, потому что на самом деле мы ничего не создаем. Мы скорее берем намерения из всех существующих сфер и всего лишь заставляем их приобрести земную форму. Каждый из нас загадывает, чтобы его желания стали реальны. И в сущности, все наши достижения – это совместное творчество, поскольку мы никогда ничего не достигаем в одиночку. Я буду использовать два ключевых понятия, которые имеют неизменное значение и должны быть ясны. Реальность и мир. Реальность невидима – это духовная сфера и матрица всего видимого в мире вещей, первопричина всего. Материальный мир – это проявление невидимого измерения, следствия, проекция реальности. Другими словами, видимый мир, который мы воспринимаем, менее реален, чем невидимая реальность. Квантовый физик назвал бы их развернутым порядком – мир и подразумеваемым порядком – реальность. Я буду использовать и два других понятия, близких к предыдущим, которые также будут часто встречаться. Сознание и сознательность. Сознание – это божество, дух или любое другое похожее слово, которое вы захотите использовать. Ощущение – царство духа. У него нет уровней. Сознательность – это рассудок, проводник или инструмент, с помощью которого сознание выражает себя. Восприятие – царство эго. Она делится на уровни.